Эксперты. Армению и Азербайджан ожидают тяжелые переговоры по Карабаху. Заявление за грабом Нацаканяна о готовности Армении к принятию пакетного или поэтапного плана урегулирования Карабахского конфликта – это пока еще ничего не значащее заявление. Так оценил выступление министра иностранных дел Армении российский историк, кандидат исторических наук Илья Воронов. Это стандартная дипломатическая риторика в условиях, когда найти компромисс затруднительно, если вообще возможно, отметил он. С ним согласен и доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков. Территориальный вопрос – самый жесткий и кровавый вопрос в политике. Здесь нет объективных ориентиров, есть только право силы. Мне трудно представить, что Армения готова выменять Карабах на какие-то ответные преференции. Это давно уже вопрос национальной идентичности. Ни одна администрация долго не усидит в Ереване после даже попытки отказаться от Карабаха. Этот вопрос был разрешим в рамках единого наднационального государства СССР. Теперь это кровоточащая проблема между Арменией и Азербайджаном на долгие годы. И внешние игроки тут сделать ничего не смогут, сказал он корреспонденту нашего издания. Но мнение белорусского политолога Александра Киселева серьезно отличается от тезисов, высказанных его российскими коллегами. По его словам, Пашинян и его политическая группа хотят урегулировать конфликт. Однако военные лобби Армении и представители Карабаха выступают против компромисса. В связи с чем следует ожидать обострения политической борьбы в Ереване? Пашинян хочет глубоких либеральных реформ в Армении, поэтому ему нужна поддержка западных стран. Карабахский конфликт не дает возможности глубокой интеграции Армении в евроатлантические структуры, по примеру Грузии, а также масштабным инвестициям в армянскую экономику, подчеркнул Киселев. По мнению белорусского политолога, если Россия поддержит Карабахский клан и военный истеблишмент Армении, то в Ереване вполне возможен военный переворот. В противном случае оппозиция попытается спровоцировать акции массового неповиновения. На таком политическом фоне Армению и Азербайджан ожидают долгие и тяжелые переговоры по проблеме Карабаха, уверен он. Для того, чтобы свести к нулю те совсем немногие достижения в переговорном процессе, карабахский клан, имеющий большое влияние на армейские структуры, может вполне начать нагнетать обстановку на линии соприкосновения армян-азербайджанских войск путем провокации разных масштабов. Такой вариант не исключается, но Пашинян, если не потеряет власть, не должен позволить состояться провокациям. Если провокации начнутся, то это означает, что Пашинян плохо контролирует вооруженные силы. Азербайджан должен быть готов к провокациям, но переход азербайджанской армии в полномасштабное наступление в ответ на обстрелы будет лить воду на мельницу противников Пашиняна, резюмировал белорусский политолог. Дорогие подписчики, хочу пригласить вас на свой авторский канал АЗ20%. Нуждаясь в ваших подписках и лайках, ссылка на канал в описании к этому ролику. Хорошего вам настроения и помните, победа будет за нами! Субтитры создавал DimaTorzok